Всем здравствуйте! С магазина Sam's Club я приехала в магазин. Небольшую закупку надо сделать. Продукты чуть-чуть возьму. Возьму сначала печенье Oreo. Дети любят с молоком кушать это печенье. И также в школу берут с собой. Яблоки нужны тоже. Такие яблочки возьмем. Тоже в школу даю. Лук возьму. Пакетик. И картошка нужна. Красная, желтая, коричневая. Я возьму вот эту. Хлеб возьму. Детям делаю сэндвичи в школу. Такой надолго хватает. Два пакетика сразу. Индюшку вот такую резаную. Так, возьму две. Еще одну. Коричневые возьму. Взяла самые ходовые продукты и теперь пойду на кассу. Проезжала сейчас мимо вот этой кафешки панеры и решила зайти покушать как раз в обеденное время. Взяла себе суп, томатный салат и хлебушка. И такую сладость. И чай зеленый у меня там горячий. Приехала в магазин индийский. Надо взять лепешки слоеные, которые я обычно беру и готовлю на завтрак. Детям с яйцами. С яйцами. Это сырое раскатанное тесто. Просто жаришь его и все. Большой. Такие есть лепешки. Такие. Такие есть. Это все замороженные. Мы не берем такие. Очень-очень редко. И возьму чечевицу. Все. Пойду на кассу. Что-то интересное индийское продается. Какие-то украшения. Наклейки. Свечки красивые. Когда я стояла в индийском магазине, рассматривала вот эти всякие штучки индийские, А там стоял продавец. Он индус. И он увидел, что я это все рассматриваю. Он мне сказал, что, оказывается, это все вот эти декорации, вот эти украшения. Это для праздника. Скоро у них будет праздник в Индии. Дивали, по-моему, называется, он сказал. Через несколько дней этот праздник у них будет. Ну, вот такой, видимо, яркий, красочный. Что-то знакомое одевали. Наверное, когда они вот кидают вот эти разноцветные порошки, какие-то цвета вот эти разноцветные. Потом надевают разноцветную одежду. Что-то вроде этого. По-моему, так. Сейчас стою возле школы, жду детей полчасика, как обычно. И мне, в принципе, это нравится, потому что я чем-то занимаюсь. Монтирую видео, что-то смотрю, что-то учу, что-то читаю. Всегда найдется чем заняться. Полчаса – это вообще как быстро, в общем, одно мгновение. У меня сегодня английский был в 9 часов утра. А до этого у меня было это занятие в 11.15. А теперь будет английский в 9 часов, с 9 до 11. Я поменяла время, и мне так тоже удобно. До этого было удобно. Ну, и это еще, мне кажется, удобнее. Потому что чуть-чуть, правда, утром неудобно, потому что надо быстро собираться. Пока детей в школу отведешь, пока там приготовишь завтрак. А потом прихожу, быстро собираюсь и еду на английский. В этом чуть-чуть неудобно. Я люблю спокойнее, да, собираться. А зато удобно в том, что после английского до 11, он до 11, уже как-то мне кажется, как будто времени больше остается. Поэтому после этого я зашла в магазин, купила продукты. А потом ехала вот с одного магазина в другой, вот в индийский. И по пути как раз проезжала мимо кафешки, в которую я люблю заходить обычно. И я проезжала и думала, зайти, не зайти. А как раз уже обеденное время было. Я думаю, ну ладно, зайду. Зашла, думаю, все равно дома кушать нечего, надо готовить. Пока я приду, пока приготовлю, это уже тоже дело времени. Зашла, взяла себе еду, открываю телефон, смотрю, там, оказывается, у нас по психологии идет лекция. Я такая довольная, мне так понравилось. Я думаю, какая молодец. А видите, когда я первое, что подумала изначально, я подумала, что пойду зайду я в кафе. Вот. Потом я второе, у меня было сомнение. Думаю, нет, может быть, не пойду. Сейчас, машина так медленно едет она, бабуля. Вот. А потом... Да, сейчас я тут замерла, потому что пожарная едет. Куда она едет, я просто смотрю. Мимо едет. Что-то у нас тут происходит. Потому что, когда я приехала вот с индийского магазина, я проезжала мимо нашего дома, ну, я ехала в школу, проезжала мимо нашего дома и думаю, забегу быстренько, оставлю продукты. Оставила продукты и в нашем районе, ну, когда я заехала, какой-то был небольшой туман и запах дыма. Вот когда листья жгут, вот такой запах был. Прям по всему району тоже пожарные приезжали. И даже вот, когда я открыла машину, пока продукты вытаскивала, у меня вся машина провоняла. Я даже думала, что одежда провоняла, но потом понюхала. Нет, вроде нормально. Так что что-то у нас происходит. Такого просто никогда не было, да, чтобы вот такой дым был по всему району. Прям дышать нечем, один дым и такой легкий туман. Вот поэтому я говорю, мне кажется, что-то здесь происходит у нас не то. Так, на чем я остановилась? А, вот. Я приехала в кафешку, взяла еду себе, открываю, да, там этот, оказывается, идет лекция, а я просто не знала, что будет лекция. И открыла, и как раз, ну, начало уже пропустила, начало пропустила, но зато там какое-то время я еще послушала, посидела. Прям мне было очень-очень интересно. Прям вот в кафе сидела, хорошо, у меня были наушники. Я надела и слушала. И вот подумала хорошо, что я все-таки зашла. Потому что если бы я не зашла в кафе покушать, я бы поехала в магазин, я бы зашла там домой, или, может быть, в какой-то еще другой магазин бы зашла. И на телефон бы не смотрела, в телефон, да. Так бы я не узнала, что идет лекция. Вот. Поэтому, видите, все, что не делается, все к лучшему, да. Надо прислушиваться все-таки к своим первым мыслям, да, которые первые мысли приходят. Ну, это я уже на этом сколько раз себя, так сказать, поймала. Что надо все-таки... То, что ты изначально подумал, вот так и надо делать. Вот. И я и покушала, и вкусненькую еду, супчик, который я там люблю. Еще лекцию послушала с удовольствием. Так что столько утром я полезности сделала и продукты купила. Все успела. Ну, не все. Ну, дома, да, конечно. Домой пойду, еще дома дела хватает тоже. И приготовить, и прибрать. Детей сейчас заберу и вперед дальше. Спасибо. Продолжение следует...